Здравствуйте! Одним из основных правозащитных органов в системе государственной власти являются органы прокуратуры. Чаще всего граждане идут в органы прокуратуры, как уже в последнюю инстанцию. Какие обращения подлежат разрешению и в каких случаях прокуратура не принимает жалобу к своему производству, об этом поговорим здесь и сейчас. Сегодня гость нашей студии, старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Татьяна Малтинская. Татьяна Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Правда ли это, что граждане могут пожаловаться в прокуратуру на любую несправедливость? Правда. Теоретически это так. В прокуратуру можно написать любое обращение. Но при этом следует иметь в виду, что помимо органов прокуратуры есть множество контролирующих надзорных органов, которые осуществляют контрольно-надзорные функции, каждый в своей конкретной сфере. Поэтому правильнее и целесообразнее первичное обращение адресовать в тот орган, который занимается непосредственно данным вопросом. Ну, к примеру, если нарушены права потребителя, либо законодательство санитарно-эпидемиологическое, это занимается Роспотребнадзор. Нарушением трудовых прав государственная трудовая инспекция. Если есть претензии к работе управляющих компаний, к качеству предоставления коммунальных услуг, это государственная жилищная инспекция. Сообщения о преступлении разрешаются правоохранительными органами, ну и так далее. Если уже эти органы уклоняются от решения вопроса, либо заявитель не устраивает ответ, который дало ему то или иное ведомство, то это уже непосредственно компетенция прокуратуры. Таким образом, в прокуратуру следует обращаться с жалобой на работу органов государственной власти, местного самоуправления, либо на работу конкретных должностных лиц. А часто вообще граждане обращаются в прокуратуру? Да. Приведу некоторые цифры. Лучше, чем статистика, ничего не говорит о востребованности и популярности прокуратуры среди населения. За последние 10 лет число жалоб выросло в разы. Если 10-12 лет назад к нам поступало 20,5 тысяч обращений, то уже по итогам прошлого, 2023 года, в органы прокуратуры Брянской области поступило свыше 30,5 тысяч обращений. А с чем это связано? Это на самом деле такая тотальная несправедливость или просто стало проще обратиться в прокуратуру? Ну, я бы сказала, что тут несколько сторон. Во-первых, конечно, это и уровень доверия к прокуратуре, и возможность обратиться различными способами, ну и, конечно, значительное количество нерешенных проблем. Что касается вопроса на возможности направить обращение в прокуратуру, то если раньше, так скажем, те же 10 лет назад популярностью пользовался старинный эпистолярный жанр, письмо отправляли почтой России, либо приходили на личный прием, то сейчас с каждым годом все больше заявителей предпочитают обращаться в электронном виде, не выходя из дома. Такую возможность предоставляет и наш единый портал органов прокуратуры, и единый портал государственных и муниципальных услуг. Опять же, вот говоря о количестве таких обращений, если три года назад в электронной форме к нам поступало около трех тысяч обращений, то в прошлом году уже свыше восьми. Очень удобно в любое время, вечернее, праздничное, выходя из дома, направить обращение. Ну и, соответственно, также его получить, не дожидаясь пересылки через почтовые службы, тоже экономится время. Обращаясь в электронной форме на сайт, либо через услуги ответ вам тоже придет именно в электронном виде. А с какими жалобами чаще всего обращаются? Ну, чаще всего это, мы так называем, по вопросам надзора за законностью правовых актов, так называемый общенадзорный блок. Это вся социальная тематика. Наиболее часто лидирует уже на протяжении нескольких лет это жалобы в сфере ЖКХ. Это наибольшее количество, которое поступает к нам в органы прокуратуры. Также очень много поступает жалоб о защите жилищных прав, на нарушение законодательства об исполнительном производстве, то есть это работа службы судебных приставов, защита прав несовершеннолетних. А можете подробнее рассказать, по каким вопросам конкретно обращались? Ну, если берем сферу ЖКХ, это, как правило, работа управляющих компаний, ненадлежащее предоставление коммунальных услуг, перерывы предоставления водоснабжения, электроснабжения, ненадлежащее оказание услуг по отоплению, нарушение при проведении общих собраний собственников жилищного фонда. Что касается жилищных прав, это, как правило, связано с переселением из аварийного жилья. Много поступает жалоб на работу службы судебных приставов. Поступают жалобы на длительность проведения исполнительных производств, когда годами не исполняются судебные решения о взыскании того или иного долга. Невыплата алиментов, опять же, со стороны должников, тоже зачастую длительно на протяжении нескольких лет. Бывают и жалобы, так скажем, с обратной стороны должников. Если исполняется судебное решение и взыскиваются денежные средства в значительном размере, и у человека не остается прожиточного минимума. То есть за этим прокуратура всегда очень четко следит. При этом при поступлении обращений мы используем комплексный подход. Что это значит? То есть мы не ограничиваемся проверкой доводов конкретного заявителя. Мы проверяем всю категорию таких граждан, аналогичные лица. То есть не только заявители, а еще похожих... Да, похожих заявителей, которые оказались в такой же ситуации. Пенсионеры, сохраняется им прожиточный минимум приставами или не сохраняется? То есть поэтому зачастую, рассматривая жалобу одного лица, выявляется попутно множество нарушений и принимаются меры реагирования, защищаются права нескольких граждан. Бывает, что доходит и несколько десятков сразу при рассмотрении одного обращения. Что касается жалоб на действия правоохранительных органов, это, как правило, несогласие с какими-то процессуальными решениями. Либо постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, либо с постановлением о возбуждении уголовного дела, прекращении приостановления расследования, либо длительностью проведения следственных действий. Татьяна Александровна, а в какой форме обычно поступают жалобы? Заявление можно подать различными способами. Как правило, вот я говорю, где-то порядка 25-27% поступают в электронной форме. Можно принести и оставить обращение на личном приеме. Можно направить почтовыми средствами связи. Ну и еще есть у нас такой вариант, для тех лиц, которые по каким-то причинам не могут прийти в прокуратуру, либо не хотят называть свои данные, оставлять, можно обратиться на телефон доверия. То есть анонимно это тоже можно сделать? Можно. А такая жалоба будет рассмотрена? Анонимные обращения у нас тоже рассматриваются. Единственный нюанс, конечно, заявитель не получит ответа. Поскольку если не указана фамилия, либо адрес, мы не знаем, кому и на какой адрес отправлять ответ. Но проверка будет проведена, и в случае установления нарушений меры прокурорского реагирования будут приняты. Как быть в случае, когда вы сказали, что гражданин сам не может обратиться в прокуратуру, возможно это сделать по доверенности, допустим? Да, конечно, безусловно. При наличии доверенности мы примем обращение и от другого лица. Что касается жителей отдаленных местности, то мы практикуем и выезды, в том числе и по месту жительства. Если человек престарелого возраста, инвалид, в силу каких-то возможностей не может передвигаться, сообщив о своем желании в прокуратуру, чтобы попасть на личный прием, мы организуем в таком случае прием либо руководителем местной прокуратуры, либо в случае выездного приема руководителей прокуратуры области, то есть прокурора области, либо его заместителей. Допустим, в прошлом году нами проведено свыше 25 выездных приемов. Жители семьи отдаленных районов также были приняты с использованием видеоконференц-связи, поэтому возможности обратиться к прокурору очень широки. Расскажите, какие существуют требования к письменному обращению и что бывает в случае, если они не соблюдены? На примере прокуратуры это должно быть написано в прокуратуру Брянской области, либо прокурору Брянской области, либо прокурору Брянской области Войтовичу Александру Петровичу. Далее обязательно указывается фамилия, имя, отчество заявителя и адрес, по которому направить ответ. Далее излагается суть заявления в свободной форме. Строгих юридических формулировок каких-то при обращении в прокуратуру не требуется. Просто понятно, доступно изложить суть обращения своими словами. Ставим дату и подпись. Это, в принципе, все необходимые критерии, при которых обращение будет рассмотрено. Желательно указать контактный телефон, если нужно уточнить какие-то данные. И приложить документы, если есть, и ранее обращались вы в какие-то органы, переписка у вас по этому вопросу, либо какие-то подтверждающие ваши доводы, документы. Но это уже не обязательно. Это как рекомендация. Что бывает в случае несоблюдения? В случае эти также прописаны в законе. Если не указать фамилию заявителя либо адрес, соответственно, заявитель не сможет получить ответ. На такие обращения ответ не дается. Если непонятно изложена суть заявления, такое заявление может быть возвращено для восполнения недостающих данных. Но объясню на примере. Зачастую это обычно бывает, когда люди обращаются к нам по электронной почте. пишут, у меня отсутствует свет, либо я обращался в органы полиции, вынесено решение, с которым я не согласен. Но не указывают, допустим, ни адрес, где это произошло, ни орган, который принял решение. Получается, ситуацию нужно описать максимально подробно. Подробно, да. Чтобы не возникало вопросов. И чтобы мы смогли максимально быстро приступить к рассмотрению обращения без уточнения недостающих данных. А по какой причине обращения отправляются иногда в другие органы власти? У каждого органа есть своя компетенция. Каждый должен заниматься своей работой. Если обращение первичное, и человек ранее по этому поводу не обращался в соответствующие контрольные или надзорные ведомства, то, конечно, такое обращение будет перенаправлено для рассмотрения в соответствующее ведомство. Но исключения могут быть составлены для нарушений, которые носят массовый характер, создают угрозу жизни или здоровью, или нарушаются права социально незащищенных категорий лиц. Такие обращения, как правило, даже первичные, сразу остаются в прокуратуре. А какие сроки исполнения обращений? Вот в какой срок заявителю ждать ответ? Как правило, общий срок, установленный законодательством, это 30 календарных дней со дня регистрации обращения в органах прокуратуры. Но, как всегда, из каждого правила есть исключения. Если по обращению не требуется проводить проверку, а лишь необходимо дать разъяснение какого-то правового характера, то такие жалобы рассматриваются в 15 дней. Загонодательством установлены сокращенные сроки для рассмотрения обращений определенных категорий граждан. Допустим, обращение ветерана Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, которые были созданы фашистами в период Второй мировой войны, рассматриваются в 15 дней. А если по ним не требуется проводить какую-то дополнительную проверку, то в 7 дней. Сокращенный срок установлен для рассмотрения жалоб мобилизованных. Сокращенные сроки установлены для ознакомления граждан с материалами проверки. В случае, если заявитель желает ознакомиться с материалами проверки по его обращению, он пишет заявление прокурору, и такое заявление рассматривается в 10-дневный срок. Татьяна Александровна, можете назвать яркие примеры надзорной деятельности. В прошлом году к нам на тематическом приеме обратилась мама ребенка, которому отец не платит алименты. И сумма была довольно приличная, более полумиллиона рублей. После нашего вмешательства отец все необходимые денежные средства выплатил. На примерах, конечно, очень много удовлетворяется нами каждое четвертое разрешенное обращение. Татьяна Александровна, спасибо вам за то, что следите за тем, чтобы права наших граждан соблюдались. Спасибо за беседу. Всего доброго. До свидания. До свидания.